Теперь в соответствии с законом и нашими поправками мы устанавливаем, что для лиц, которые повторно появляются на дороге в качестве лица, управляющего транспортным средством, без законных на то основание, будет применяться повышенная форма административной ответственности. Мы устанавливаем для таких субъектов штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. И это, на наш взгляд, уже должна стать более серьезная форма ответственности, имеющая прежде всего профилактическое значение, имеющая намерение остановить этих лиц от дальнейших правонарушений и преступлений. Но если и эта повышенная форма административной ответственности, назначаемая судом, не обеспечит приведение в чувство таких субъектов и не остановит их опасную езду на дорогах, мы предлагаем уголовную ответственность уже в качестве той меры, которая, безусловно, должна носить пресекательный характер, которая должна, безусловно, останавливать эту череду правонарушений и то стремление к трагическим последствиям, которое происходит сегодня. Кроме того, помимо уголовной ответственности, хочу подчеркнуть, не для водителей. Это уголовная ответственность для граждан, которые не имеют законных оснований на управление транспортным средством. И де-юре они не водители, они незаконные участники дорожного движения. Для них устанавливается уголовная ответственность. И в качестве дополнительной меры ответственности предлагается возможность конфискации транспортного средства, исходя из того, что когда лицо, не имея оснований для управления транспортным средством, фактически не являясь участником дорожного движения, умышленно пренебрегаясь существующими правилами и требованиями закона, является уже заведомо преступником. Поэтому его появление на дороге и уголовная ответственность, и пресекательная мера в виде изъятия автомобиля – это тот комплекс мер, который должен, безусловно, обеспечить самое главное – спасение жизни тех, кто еще не стал жертвами этих лихачей на дороге.